Человек в свое время взял кредит в банке, в конкретном случае это была кредитная карта, полностью ее выплатил, но спустя несколько лет клиенту банк начинает названивать и требовать погасить долг. Он не знает откуда взялся этот долг, поскольку он, как я говорила ранее, уже был выплачен. И вот подскажите, как в данном случае клиенту банка справиться с этой непростой ситуацией? Ну касаемо сложившейся ситуации, заемчику необходимо запросить в банке эти документы, то есть либо выписка из лицевого счета, либо детализированный расчет задолженности, в котором все действия отражены, в том числе и его действия по оплате, погашению долга. И относительно коллекторских агентств, реестр, который ведется службой судебных приставов, носит общедоступный характер. То есть гражданин вправе в официальном сайте телекоммуникационной сети интернет изучить и посмотреть этот реестр коллекторских агентств. И входит ли эта организация, зарегистрирована ли в данном реестре организация, в этом может убедиться. В случае, если эта организация как бы не зарегистрирована в этом реестре, и, соответственно, они пытаются ввести заблуждение каким-то обманным путем, или путем угроз, скажем так, запугивания должника, то есть гражданина, если он даже и не является должником, пытаются получить какие-то деньги с него, следует обратиться, соответственно, на правоохранительные органы. Вот органы предварительного расследования для принятия мер по охране прав и свобод гражданина. Если банк или коллекторская организация уже, если дело передано коллекторам, не идет ни на какие контакты с заемщиком, не отвечать ни на адвокатские запросы, ни на письма и запросы самого клиента. Как быть в этой ситуации? Есть ли какой-то законный способ решить этот вопрос? В случае, если банк не отвечает на запросы гражданина, либо на адвокатские запросы, то в соответствии со статьей 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрена административная ответственность за отказ предоставления ответа на запрос, в том числе и на адвокатский запрос, о предоставлении сведений. Если предоставление таких сведений предусмотрено законом, что влечет за собой наложение административного штрафа. Кредитные обязательства, хотелось бы отметить, регулируются в том числе и законом о защите прав потребителей. В соответствии с законом о защите прав потребителей, в данном случае банк, как поставщик услуг, предоставление кредита, должен своевременно отвечать на запросы требования заемщика, предоставлять ему достоверную информацию о кредите, начислении, в том числе начисление процентов, остатка долга и так далее, там прочее. А о передаче, в том числе и коллекторской организации, переуступки права требования. Если банк не исполняет такой обязанности в соответствии с законом о защите прав потребителей и иными нормативными актами, то также, кроме привлечения к административной ответственности, банк может быть привлечен и к гражданской ответственности. То есть в законном о защите прав потребителей предусмотрены соответствующие санкции. То есть наложение штрафа, пении, в том числе и компенсация морального вреда за нарушение прав потребителя. Это что может быть, как бы эти санкции могут быть применены как государственными органами, органами по надзору в сфере защиты прав потребителей, или же судом по иску заемщика, либо жалобе соответствующей. Житель города Карачаевска попал вот в такую непростую ситуацию. Он принципиально не берет ни кредитов, ни микрозаймов. Он вообще не имеет никаких отношений с банками. Но в один прекрасный день к нему заявились домой приставы. Только тогда наш телезритель узнал, что он оказывается в одном из банков оформлял кредит, не выплатил его, и вследствие этого пришли арестовывать его имущество. Вроде разобрались с ситуацией, но в кредитной истории данного гражданина теперь черное пятно. Расул, скажите, а может ли этот человек восстановить свое доброе имя? Хотелось бы обратить внимание наших телезрителей на то, что если гражданин получил отчет о своей кредитной истории, и он не согласен с изложенными в этом отчете сведениями, то он вправе оспорить данный отчет, данные сведения в течение 10 лет с момента ее последнего изменения, внесения изменений в кредитную историю путем подачи соответствующего заявления в Бюро кредитных историй. Вот Бюро кредитных историй, в свою очередь в течение 30 дней, рассматривает данное обращение, заявление, проводит проверку достоверности этих сведений и дает свое заключение, скажем так, да, дает ответ гражданину. В случае несогласия с данным отчетом, с результатами данной проверки, гражданин вправе его оспорить путем обращения в суд или правоохранительные органы. Но люди, которые сталкивались с такой ситуацией, обращались в те же Бюро кредитных историй, жалуются, что не всегда им удается добиться правды. В Бюро кредитных историй они также остаются ненадежными клиентами. Вот речь об этом. Вот, после, это обязательный порядок, то есть судебный порядок уривания спора, да, следует сначала обратиться в Бюро кредитных историй, получить ответ их, к ним, будь то отказ в удовлетворении этого заявления, либо удовлетворят, если будет отказ, то, соответственно, необходимо будет обратиться в суд об обязании, да, на Бюро кредитных историй внести соответствующие изменения, да, или конкретно, если сказать, устранить, как бы, такие сведения, которые поручат честь и достоинство деловую репутацию человека. То есть, сведения о просрочках, там, о невыплате кредита, соответственно, в суде надо будет привести доказательства недостоверности таких сведений. Если Бюро кредитных историй, как бы, не отвечает, в Бюро кредитных историй не находят понимания, скажем так, да, отказывают в удовлетворении заявления, то необходимо обратиться в суд, оспорить эти сведения, в том числе и ответ Бюро кредитных историй. Очень часто при оформлении кредита привлекаются поручители, но бывают и такие моменты, когда заемщик не в состоянии выплатить, или с ним что-то произошло, случилось несчастье, он, там, или погиб, или по каким-то другим причинам не может выплатить этот долг, и его банк взыскивает с поручителя. Скажите, защищен ли поручитель законом? Поручитель перед банком берет на себя обязательства, да, отвечать за исполнение заемщикам своих обязательств, да, кредитных обязательств, что, то есть, что заемщик будет своевременно оплачивать кредит, но не оплачивать кредит самостоятельно поручителям, вот, его обязанность, как бы, скажем так, функция заключается в этом, то есть, он вручается за то, что заемщик будет платить своевременно кредит, и все, но не исполнять кредитные обязательства за заемщика. Исходя из этого, соответственно, заемщик, поручитель вправе взыскать ту задолженность, сумму, которая была взыскана в пользу банка за, скажем так, недобросовестное поведение за заемщика, вот. Также, как бы, немного аналогичный случай, когда с поручителями, ну, здесь, как бы, больше недобросовестность, естественно, со стороны банка, не со стороны заемщика, ну, связанной с поручителями. Ну, это частая проблема, как бы, часто обращаются люди, когда, допустим, заемщик заключает договор поручить, договор за кредит, за оставление кредита с привлечением поручителей, и в последующем, ну, заемщик исполняет свои обязательства своевременно, надлежащим образом, ну, в последующем, как бы, по разным причинам, допустим, заемщики было так, что умирали, да, вот. А суд, банки обращались в суд, начисляли проценты по кредиту после смерти заемщика, хотя они об этом знали, что уже заемщика нет в живых, они начисляли все-таки проценты, пение, штрафы и так далее, там прочее, вот, и в последующем обращались в суды с исками о взыскании задолженности с поручителями, да, и заемщика, в том числе указывали и заемщика, вот, немножко непонятная ситуация. Ну, с точки зрения закона, здесь, конечно, я могу сказать, что начисление процентов пеней после смерти заемщика, ну, это неправомерно, незаконно, в том числе и взыскание задолженности с поручителей. Объясню, почему. Кредитные обязательства допускают переход, да, по правоприемства. В случае смерти, если, допустим, наследник, унаследовавший наследственное имущество после смерти заемщика на конкретную сумму, отвечает перед банком по обязательствам заемщика в пределах стоимости этого имущества. Допустим, наследник, если унаследовал наследственное имущество в пределах 100 тысяч, да, в сумме 100 тысяч, Перед банком за кредитную задолженность заемщика, допустим, он отвечает в пределах 100 тысяч. То есть он должен выплатить эти 100 тысяч со своего счета. Но он тоже неправильно. Он-то не брал этот кредит? Но он унаследовал на эту сумму. То есть не только имущество, но и кредитные обязательства. То есть долговые обязательства тоже переходят по наследству. Но это предусмотрено статьей 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации. После смерти заемщика, допустим, было так, что нет наследственного имущества и наследственное дело не открывалось. Следовательно, перехода по порядке наследования, долговых обязательств по правоприемству не произошло. Согласно 416-418 Гражданского кодекса России, обязательства прекращаются невозможностью исполнения или смертью гражданина, должника. И, следовательно, договор поручительства прекращается прекращением обеспеченного им обязательства. То есть если кредитные обязательства прекратились в связи с тем, что человек умер и невозможно исполнить, да, заемщик не может это исполнять. Соответственно, прекращается и правоприемство не произошло. То есть кредитные обязательства прекращаются, соответственно, и прекращаются и обязательства поручителя. Поскольку, опять же, извиняюсь за тавтологию, да, как я ранее сказал, поручитель отвечает за исполнение заемщиком своих обязательств, но не исполняет за заемщика обязательства. Это предусмотрено законом, гражданским кодексом, ну, соответственно, он освобождает от дальнейшего исполнения каких-то кредитных обязательств в таком случае. То есть наш заемщик погибает, и банк решает взыскать эти средства с поручителя. Да, естественно, это в законе, это все, часть 1-я, 367-й, прямо это предусматривает, да, основание прекращения договора поручительства. Ну, и как Вы вышли из этой ситуации? В данной ситуации мы обращались в суд с исковым заявлением о признании договора поручительства о прекратившем действии. Суд удовлетворял, если какие-то средства были списаны в безакцептном порядке, да, без судебного решения или же в судебном порядке, ну, соответственно, после решения суда, вступления в законную силу, решения суда о признании договора поручительства о прекратившем действии, обращались с исковым заявлением, либо же с заявлением о повороте исполнения, и эти суммы, которые были списаны со счета поручителя, взыскивали обратно. Главный вывод из нашей беседы. Первое, нужно внимательно читать документы, прежде чем подписывать. И второе, не бояться обращаться к специалистам или в надзорные органы, в случае, если человек чувствует или понимает, что его права как-то нарушены. Спасибо, Расул, за участие в нашей программе.